Как составить резюме начальнику производства? С вами Татьяна Минаева, карьерный консультант. Поехали! Женщина 55 лет, желаемая должность начальник производства или инженер-технолог. Итак, что мы видим? Образование, связанное с производством хлебобулочных изделий и большой опыт работы. Весь фокус резюме на хлебобулочные изделия и кондитерские изделия. Если кандидат продолжает развиваться там же, супер! Можно, в принципе, и не улучшать релюме. Потому что, если ты в узкой нише, с большой вероятностью, что тебе позвонят. Потому что таких кандидатов немного, и поэтому, даже если резюме скудное, скучное, там мало информации, как правило, все равно кандидату звонят. Но будьте аккуратны, не дай бог, у вас есть хоть какие-то конкуренты, и у них чуть подробнее описано резюме, большая вероятность, что их позовут быстрее вас, вас отложат в сторону и позовут по остаточному принципу. Идем дальше. Желаемая должность начальник производства и инженер-технолог. Сразу две должности. Хорошо это или плохо? В большинстве случаев это не очень хорошо. Потому что работодатели, которые ищут начальника производства, они думают, ага, ищут инженером-технологом, может быть, человек сомневается в том, что он может руководить всем производством, и поэтому не позовем его. И наоборот, те, кто ищет инженера-технолога, думают, ой, он еще ищет начальника производства, прицеливается, наверняка уже все корона на голове, не захочет прям особо работать инженером-технологом, лучше разделять это. Составьте два разных резюме. Одно на начальника производства, а другое на инженера-технолога. Идем дальше. У вас есть фотография. Бывает, что у вас есть классная абсолютно фотография, но она где-то а на природе, а б вы где-то там маленький человечек. Дорогие друзья, портретное фото должно быть, пожалуйста, таких фотографий не должно быть в резюме. Идем дальше. Начальник производства. Вроде бы все понятно, про что должность, но вы должны понимать, что поиск работы – это знание алгоритмов работы, работного сайта и алгоритмов работы HR. HR не факт, что вобьет начальник производства, он будет вбивать начальник производства. И не факт, что ваше резюме на каком-то работном сайте выпадет, потому что иногда работный сайт может, он совершенен, и он выдаст ваше резюме, а какие-то нет, чисто по символам сравнивают, и вы просто не попадетесь. Нормально, напишем давайте начальник производства. Далее мы с вами обсуждаем функции. Организация производства продукции. Супер, вроде бы все понятно, но дайте больше деталей. Ключевая роль – управление всеми производственными процессами от подбора сырья до выпуска готовой продукции. Производство хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий. Если вы в эту нишу прицеливаетесь, можно здесь подробнее описать те продукты, за которые вы ответственны. Далее – функции. Контроль за расходом сырья, материалов, контроль качества выпускаемой продукции. Опять-таки, вроде бы все понятно, но такое ощущение, что кандидат вообще очень халатно отнесся к созданию резюме. Именно так думают работодатели. Дайте больше деталей, ведь работодателю нужно за что-то зацепиться. Итак, функции. Производственное планирование и контроль. Повышение эффективности и снижение затрат производства. Контроль рационального использования сырья и расходных упаковочных материалов. И так далее. И при контроле санитарии вы пишите. И при взаимодействии с контролирующими органами. Идем дальше. Контроль за работой коллектива. Опять-таки, коротко и ясно, вроде как кратко, сестра таланта. Но вам нужно дать информацию, что вы хороший управленец, а не просто что-то вы там делаете с персоналом. Работа с командой. Управление персонала. Команда до 20 человек. Оценка при приеме на работу. Обучение. Контроль качества работы. А где результаты и достижения? Ведь кандидатов сравнивают по ним. Очень сложно сравнить по фразам контролировала производственный процесс. И намного легче сравнить по достижениям. Итак, какие могут быть достижения у начальника производства? Пример. Запустила 35 новых видов продукции к 180 имеющимся. Уменьшила уровень брака с до. Сократила штат производства на 10%. Сори сотрудники. Но для руководителей очень важно, что они уменьшают фонд оплаты труда. Модернизировала и частично автоматизировала систему планирования, что привело к обязательно эти результаты допишите. Снизила издержки на внутреннюю логистику на 5% за счет чего-то. Тоже нужно дописать. Оптимизировала запасы ТМЦ на сырьевых складах за счет того-то и того-то. Разработала и внедрила систему KPI на производственных участках, что позволило обязательно пишем фактический результат. Модернизировала оборудование упаковочного цеха, что позволило увеличить выработку в 1,4 раза. Дорогие друзья, обязательно составляйте себе резюме шедевры. Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, пожалуйста, обращайтесь. Меня зовут Татьяна Минаева, университет карьерного роста. Звоните. 8-900-3-168-6655, инфа собачка карьеры университи, наша почта. Помощь в поиске работы мы ставим вам шикарное, великолепное резюме, у которого выстроится очередь из работодателей. Мы подготовим вас к собеседованию на русском и на английском языке. Мы сопроводим вас до результата, будем с вами работать, пока вы не найдете работу. Мы занимаемся поиском призваний, мы оценим ваши сильные и слабые стороны и скажем, какой деятельности вам идеально подходит. Вы пронаймили собственный бизнес, вы как эксперт, либо как руководитель хороши. Очень много всего про вас расскажем. Переговоры по увеличению заработной платы – это тоже одна из наших компетенций. Пожалуйста, обращайтесь. Будем очень рады вам помочь. Пишите и звоните. Обращайтесь в Университет карьерного роста Татьяны Минаевой.